Здравствуйте, уважаемые подписчики. Наверное, все, кто выращивает картофель, встречались с такой ситуацией, что приобрели сорт, который вам очень нравится, давно хотелось, но приобрели всего несколько картофелин. И надо их быстро размножить, чтобы в конце концов как можно быстрее получить урожай. Наверное, самый популярный способ быстрого размножения картофеля – это порезать на сегменты, чтобы был в каждом сегменте глазок, посадить. Вырастим семенной картофель, на следующий год уже можно будет собрать небольшой урожай. Но есть очень интересный способ, при котором можно получить еще больше посадочного материала. И это размножение картофеля ростками. Из каждого глазка вырастает не один росток, а два, бывает и три. И каждый росточек можно укоренить. В год укоренения мы получим семенной материал, а дальше мы получим уже столовый картофель, урожай картофеля получим. Причем, когда мы оторвем глазки, то есть там еще резервные глазки. Они проснутся, и вот этот посадочный материал, ростки, мы сможем отрывать от клубня несколько раз. Ну, обычно два, реже три раза можно обрывать ростки. И вот зимой до посадки наша задача, во-первых, получить как можно больше ростков с картофеля, и их посадить и укоренить. И получить хорошие ростки жизнеспособные можно при помощи банки. Прежде чем продолжить смотреть видео, подпишитесь на наш канал. И не забудьте нажать колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Приятного просмотра! Вот на этом клубне видно, что из глазков растут ростки, и уже вот здесь вот начинают проявляться зачатки корней. И нам нужно, чтобы не просто выросли хорошие ростки, но еще и были корни. Вообще, иногда советуют укоренять... Бо! Иногда советуют... Иногда советуют на доращивание вот этих ростков складывать картофель в целлофановый пакет. Но мне такой способ не нравится, хотя мы будем делать прорези в целлофановом пакете, все равно там скапливается излишняя влага, и может что-то загнить, может что-то заплеснить. А вот в банке с открытым горлышком вот такие ростки получить очень хорошо. Скажу сразу, бывает способ получения ростков на свету и в тени. В тени ростки получаются длинными, но хрупкими, а на свету они получаются толстыми и хорошими. Вот больше мне нравится получать ростки на свету. Мы складываем картофель в банку. Можно брать трехлитровую, можно брать двух-полуторалитровую банку. Главное, чтобы там уместилась вся картошка, которую вы хотите быстро размножить. Вот у меня здесь уже картофель начал прорастать, поэтому у меня задача, во-первых, не сломать то, что уже растет, и я ростками проросшими положу вверх, чтобы они еще и побыстрее, получше проросли. И опрыскиваем картофель просто водой. Нам нужна немножко повышенная влажность, и мы вот так вот прям чуть-чуть сбрызнули водой. Банку не закрываем, ставим в помещение температуру где-то 14-18 градусов на свет. И ждем, когда у нас ростки будут примерно 7-8 см, и там будут корешочки. А что дальше с ними делать, я расскажу вам, когда у нас достаточно отрастут ростков. Смотрите и дальше наши выпуски. Ну, а на сегодня у меня все. Покупка садовых фигур – это замечательная возможность дополнить ландшафтный дизайн красивым декором в виде животных, птиц, сказочных персонажей или грибочков. Яркие и милые, кажущиеся живыми фигурки для сада или дачи будут радовать вас и ваших гостей. При помощи фигурок обычный сад или двор превращается в своеобразный облагороженный мини-парк. В зависимости от дизайнерской идеи, двор коттеджа может приобрести сказочную фантазийную атмосферу или, например, облик классической усадьбы. Фигуры для дачи из загородного участка на сайте hitsat.ru Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова